Привет! Это то самое видео, о котором вы просили, точнее некоторые из вас просили, наверное, вот уже месяц. Просили, чтобы я сделал видео про забастовку Delivery Club. И вот я его делаю, или по крайней мере попытаюсь что-то на эту тему сказать, что я про это вообще думаю. По сути, что произошло? Есть компания Delivery Club, которая занимается доставкой еды. Есть курьеры, которым не платили зарплату несколько месяцев. Я изучил тему и оказалось то, что все эти курьеры работали через компанию Аутсорс. Аутсорс компания это как бы посредник, то есть эти курьеры работали не напрямую с Delivery Club, а через посредника. И трудовой договор был составлен с некой компанией Амароли. Еще чуть-чуть и было бы Амароли. Ну ладно, именно эта фирма и не выплатила курьерам зарплату. Ну по официальной версии, конечно же, у нас доступна пока что только официальная версия. То есть компания Delivery Club перечислила деньги в компанию Амароли, а те уже не выплатили зарплату ребятам. И более того, компания Delivery Club, как оказалось, пообещала выплатить и выплатила зарплату за компанию Амароли. Mail.ru потратил в два раза больше денег на зарплату вот этим курьером обманутым. И поэтому, вот только вот поэтому, уже забастовка кажется необязательной. Но забастовка состоялась. Конечно, там были темы не только про зарплату, но еще и про штрафы, условия труда. Но здесь уж, ребята, простите, я уже год как ушел из ДК и по этому поводу не скажу ничего. Возможно, все стало хуже, возможно, все стало лучше, я не знаю. Но когда я там работал, я штрафов не получал, в принципе, я просто работал. Возможно, сейчас там за все подряд штрафуют, но хотя и в то время так же говорили, типа, штрафуют за все подряд, я этого не чувствовал. Не знаю, ну, как говорится, нормально дело и нормально будет. Будешь работать без штрафов. Да, конечно, были жесткие деньки, когда, например, истории, нафиг, это не видео про истории. Но все-таки бесило, когда работаешь, например, на Савеловской, Бургер Кинг, там, Шоколадница и прилетает заказ с Петровско-Разумовской или с Милошенковым Макдональдсом. Конечно, и опоздания были жесткие, но, если честно, там есть чат, был, по крайней мере, сейчас я не знаю, про опоздания. Там нужно было отписываться за опоздание. Никогда не писал. Ну, я понимаю, что его никто не читает. Это чисто для галочки, чтобы просто была отчетность, чтобы, если что, где-то найти сообщение, то, что ты предупреждал. Или просто для общего, для общей дисциплины, чтобы было меньше опозданий. Мы отклоняемся от темы. Итак, что там дальше у меня? Там на забастовке еще какой-то профсоюз курьеров был, кстати. Созданный каким-то блогером за несколько дней до забастовки. Я специально не стал лезть в эту тему, уж как-то очень там все мутно. Догадки можете любые строить и как относиться к этому профсоюзу лично и дело каждому. Я тут не разоблачительством занимаюсь, хотя, может быть, даже и некого разоблачать, я не знаю. Ну, пожалуй, все. Я на вопрос ответил на вашу просьбу, то есть записать видео об этом. Вот как все было. Деньги, насколько я понимаю, все выплачены. Почему же я так долго не отвечал? Потому что, во-первых, я не хотел разбираться в этой теме. Потому что я из ДК уже ушел. Из ДК я ушел уже почти год. И что там происходит, меня интересует, если честно, в меньшей степени вообще. Хотя я бы мог хайпануть на этой теме. Но меня, наверное, сложно назвать хайпажером, поэтому записываю только через месяц. А сегодня, тем не менее, 29 июля, уже через пару часиков я начну собираться. Улетаю в набережную Челны, в отпуск. Поэтому ближайшие видосы будут на эту тему. И еще при этом будет видос про мой переезд. Как вы заметили, я немножко поменял локацию. Ну, об этом как-нибудь потом. Почему потом? Нет, не потом. Сейчас, поехали. Отстегну только микрофон. И записи нужно остановить. Итак, значит, мое рабочее место. Еще одно рабочее место, но не мое. Кровать. Окно на улицу. Шкаф. Лежанка для кота. И сумка-переноска для кота. Часы мои прямо родненькие. Тут еще радио есть. Утюг недавно купленный. Зеркало с огромным количеством различных бутыльков. Кстати, картины. Вот такие там картины авторской работы. Ой, кто здесь? Цезарь, кс-кс. Цезарь, как дела, Цезарь? Привет, передавай подписчикам. Кот, кот. Привет, подписчикам, передавай. Итак, ну, понятно, да, вот ванная. Ну, и кухня. Выглядит все это примерно вот так. Что самое интересное, ту комнату, где я живу до этого, я вам не показывал. Так что это для меня что-то новое. Room, мать его, тур. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.